Я подключаю нашу первую участницу, ее зовут Ольга. Оля, первый вопрос. Скажи, почему ты пришла ко мне на разборы, что ты ожидаешь, почему ты время свое тратишь на это? Почему? Я, вот знаете, ребенку сейчас 10 лет, он будет только отходить в подростковый период, и я хочу как-то наладить с ним отношения, чтобы не потерять связь с ним в дальнейшем. Вот, чтобы он, если что-то случится, он всегда мог знать, что он может прийти к нам в дом, чтобы были опоры. Хорошо, Оля, тогда давай теперь коротенько расскажи мне про ребенка, с которым ты пришла, про состав семьи, про какие-то, то есть неглубоко, то есть в общем ситуации, чтобы мы могли перейти к Гологу. У нас с мужем трое детей, вот старшему сыну 10 лет, среднему сыну 3 года и младшему 1,5 годика. Дети маленькие, вот до того возраста, как средний сынок родился, я занималась только сыном, уроки с ним делала, мы сидели там до 11 вечера даже, пока все не сделаем, все занимались, везде вместе ходили. Вот, когда родился средний сын, конечно, меньше внимания, потом родился третий, еще меньше внимания была, как бы ревность была, все остальное. Но он очень такой добрый мальчик, он очень любит играть с своими братиками, вот. Как бы я бы не сказала, по поведению у него все хорошо, вот. Он такой, если даже вот говорю, ругаешь, он старается просто промолчать, как бы сильно он не спорит, но и он просто свое делает, вот такой вот, очень такой степенный, спокойный, такой вот талантливый у нас играет на фортепиано, вот, задумчивый, любит помечтать, посмотреть в окно, в общем, куда-нибудь задуматься о чем-то, поиграть до сих пор, он очень любит играть в динозавров, вот такой вот мальчик вот. Так, хорошо. Оль, ты мне написала диалог, который связан со школой уроком, да, как вот в этом говорите по поводу, там, учи уроки, у меня, смотри, какая просьба. Я сейчас этот диалог прочитаю, а ты представь, пожалуйста, что ты твой сын десятилетний, окей? Вот можешь сейчас представить, как он выглядит, можешь представить, посмотреть себе на ручки свои маленькие, вот, какой-то, может, одежде, в которой он чаще всего. Вот ты представь, что ты твой сын, и ты сидишь, ну, вот в этой ситуации, когда мама тебя просит делать уроки, окей? Можешь представить? Ну, попробуй. Да, вот представь, что ты ребенок, а я твоя мама, и вот я читаю твой диалог. Тебе твоя задача рассказать мне потом, что ты чувствуешь, хорошо, представив, что ты твой сын. Так, хорошо, Оля готова. Кивни мне, что ты готова. Да, готова. Хорошо, все, я читаю диалог Оли, как она это, как она разговаривает с ребенком, а потом мы поговорим, что испытывает ребенок в этот момент, как можно по-другому, как можно получить результат лучший. Окей, хорошо. Время подходит делать уроки. Мама, сынок, давай делать уроки. Сын, я не хочу. Я, мама, почему не хочешь? Сын молчит. Мама, давай я тебе помогу. Там сложно. Сын молчит и делает что угодно, чтобы избежать уроков. Примерно через 15 минут. Мама, сынок, ты меня слышишь? Сын молчит и что-то делает. Подхожу ближе к нему, чтобы видеть глаза. Мама, сын, ты слышишь меня? Сын, да слышу. Мама, сынок, надо делать уроки. Сын, я не хочу. Или по-другому, например, может развиваться диалог. Сын говорит, достали эти уроки. Со злостью заходит в комнату или идет кушать сразу или в туалет минут на 20-30. Через это время мама уже на взводе, на повышенных тонах. Сынок, надо делать уроки. Каждый занимается своими делами. Папа работает. Я занимаюсь домашними делами. Твоя учеба – это твоя работа, твое будущее. Сын молчит и нехотя идет в свою комнату. Может посидеть 10-15 минут, просто ничего не делая, или лепит пластилин. Или играет в динозавров своих за закрытой дверью. Я захожу. Я тебе что сказала? Доставай учебники и тетради. Что тебе задали, сын? Тут сложно. Или не помню. Или скажи, что задали в онлайн-дневнике. Ну и так далее. Здесь продолжается диалог. Там мама к ребенку. Там каждые 15 минут потихонечку ребенок как-то продвигается вперед. Хорошо. Вот такой вот диалог. Уже тут есть о чем нам поговорить. Если вам знакомы такие ситуации, когда вы… То есть получается, ты его просишь, напоминаешь, и это продолжается по кругу, по кругу, пока ты начинаешь повышать голос. Правильно? Да. Да. Хорошо. Теперь я понимаю, что, может, немножко сложно, но это всегда очень полезное упражнение. Если вы не понимаете, почему ребенок чего-то не делает, попробуйте записать диалог, вот как сделала, например, Оля, просто как будто корреспондент слушает, и потом прочитать этот диалог и представить, что может… То есть почему ребенок может так отвечать, что он может чувствовать. Что ты чувствовала как ребенок в тот момент, когда слушала мой диалог? То есть что там у ребенка внутри может происходить? Мне казалось, что мама хочет от меня только то, чтобы я делала уроки, и не хочет со мной как бы по душам поговорить, может быть, так, торопиться быстрее, чтобы сделать. Ну, мне внутри, мне скучно, вот, внутри себя, мне как-то одиноко. А почему ты как ребенок… Ребенок… Мама говорит, иди, делай. А ребенок такой, нет, не буду, неинтересно, не хочу, достала. То есть что ты этим пытаешься маме сказать? Как будто это мне не нужно, не знаю, может быть, для жизни мне не нужно. Я не нуждаюсь в этом. Как будто внутри мне не нужно это. Слишком много, может быть, информации у ребенка в школе дают, потому что сейчас очень быстрая программа, может быть так. Ну, я со своей стороны, конечно, я пытаюсь войти, но не знаю, вот как-то вот так вот. Ты важную вещь сказала… Пообщаться с ребенком, как будто ему хочется пообщаться и уроки – это что-то там самое последнее, что может быть. Ты сказала важную вещь вначале, что кажется, что маме только уроки от меня нужны, а я хочу с мамой что-то, ну, пообщаться. То есть кроме него еще есть другие дети. Сколько детям другим, скажи, пожалуйста? Три года и полтора годик. Ну, то есть маленькие детки, которые наверняка много твоего внимания забирают. И очень часто, хочу сразу сказать, старшие дети вот в этом возрасте, если они знают, что они получают прямо очень много маминого внимания во время уроков, и для мамы это важно, они затягивают эти уроки, потому что это единственная возможность получить время от мамы, понимаешь? А как у вас, скажи, у вас есть время какое-то наедине, когда какими-то интересами, которые ему важны, ты занимаешься с ним? Ну, вместе наедине не часто получается, но перед сном у нас ритуал, я делаю ему массаж, ну, то есть я укладываю малышей пораньше, потом прихожу к нему, массаж делаю, мы с ним разговариваем, как прошел день, он рассказывает там про мальчишек, которые там задираются, потому что он очень спокойный, вот, и, ну, как бы, про девочек, и вообще просто, как у него дела там, как учителя там себя вели и все остальное, ну, просто вот между нами, ну, где-то минут 20-30, может быть. Это хорошо, это замечательно, что у тебя есть это вечернее время, это сразу для всех родителей, школьников очень важная такой прям рекомендация, перед сном время обязательно с ребенком проводите, вот такое вот в близости, чтобы ребенок мог делиться с вами, рассказывать, чтобы укреплять вот эту связь. То есть даже если вы там где-то наорали по поводу уроков на ребенка, перед сном восстановите эту связь обязательно, вот как Оля это говорит. Оля, а вот этот разговор про уроки, он когда у вас происходит? То есть он приходит со школы, и сразу он учится, или как это? Нет, он учится во второй смен, он приходит со школы, мы даем ему отдыхать, он вечером там с малышами играет, или сам там утром он, например, хотя бы один день урок сделает, потом папа дает ему телефон, он играет там в свою игру, вот, но знаете, что не получается? Он очень любит со мной поиграть вот в динозавров, если у нас в основном сейчас так не получается, очень редко, может быть раз в неделю, может раз в две недели получается поиграть, тогда у него настроение. Но в основном у нас не получается, время проходит, он оттянет, туда-сюда ходит, то поест, то еще что-то, и все. И то есть он проснулся, мы с ним не пообщались нормально, и уже время делать уроки, и он начинает тянуть, ходить туда-сюда, и в итоге я начинаю кричать опять, провожать опять кричать начинаю, и все, я вся раздраженная провожаю в школу. Ну, это практически через день, может быть, происходит, очень часто происходит, я не хочу, я даже иногда просто ему не говорю делать уроки, я просто не делаю вместе с ним уроки, может, один-два дня в неделю, потому что у меня уже нервы, я уже не могу, потому что я его провожаю, я в таком раздраженном состоянии остаюсь с детьми, с маленькими. А в каком он состоянии уходит? Ну, то есть он тоже? Он, да, он поднимший, он весь такой, вот, ну, весь, ну, в основном он молчит на все мои вот эти разговоры, которые все, вот это я, он в основном молчит, как будто он, ну, наверное, скорее всего, боится меня, то, что я кричу, он не хочет, чтобы я кричала, ну, и делать не делает. Ну, хорошо, Оля, значит, самое главное, то, что хочу тебе сказать, это хороший подход, если, то есть, если ты понимаешь, что только ором уроки лучше не делать вообще, это никак не повлияет на успеваемость ребенка, безусловно, надо глубоко этим заниматься и изучать мою систему, например, да, приходить на тренинг, но, в общем, перестать давить и перестать кричать в плане уроков, это очень хороший первый шаг для того, чтобы потом помочь ребенку с этим. Вот, поэтому если шанс только орать и делать уроки, лучше не орать и не делать. Это не решает всю проблему, но это хотя бы расслабляет немножко ребенка, что с мамой можно как-то, ну, взаимодействовать по-другому, кроме урока. Это первый важный момент. Дальше, что бы я рекомендовала, сейчас я буду говорить про диалог, но что бы я рекомендовала, если ты знаешь вот эта игра в динозавры, то есть какое-то такое точечное внимание ему до уроков, для него хорошо, делай это, вот просто запланируй, найди, то есть, ну, ты взрослый человек, попробуй найти возможность перед тем, как говорить про уроки, дать ему сфокусированное внимание, в котором он нуждается, чтобы он подпитался и у него потом будет ресурс садиться за уроки, понимаешь? Попробуешь? Да, я понимаю, конечно, я просто из-за того, что дети, они начинают залезать на нас сверху, они не дают... Я понимаю, да. Можно включать детям мультики остальным, ну, то есть, что-то подумать. То есть, реально вот в учебном процессе для твоего ребенка это очень важно, получить внимание твое, не ор, делай, делай, делай уроки, потому что это тоже внимание, хоть оно и негативное, но мама меня хоть замечает, видит таким образом. Вот, то есть, давать внимание до того, как начать говорить про уроки. Теперь следующее. Теперь давай я попробую тебе прочитать диалог, как бы я рекомендовала говорить с ребенком, хорошо? Сразу хочу сказать тоже еще, что в силу незрелости мозга, то есть, 10 лет, это как бы такое между детским возрастом и подростковым, это предподростковый возраст, уже много всего меняется для ребенка. Вот, идет перестройка мозга, и ребенок в этом возрасте еще не должен, там, не знаю, понимать, что ему надо учиться, любить школу, там, не знаю, энтузиазмом прямо пылать, я так хочу идти в школу. В основном, дети в этом возрасте учиться не хотят. Ну, 90% детей, и это нормально. То есть, школа просто должна быть в их жизни как данность, уроки должны как-то хоть делаться, чтобы ребенок просто дальше учился. Теперь диалог. Слушаешь, да, Оля? Кивни мне, махни мне. Так, слушаю. Хорошо. Хорошо. Что я заметила и по твоему диалогу, и по диалогу других мам? Когда мы начинаем говорить с детьми, мы почему-то с ними начинаем говорить на равных. Ну, например, в твоем диалоге ты там начинаешь приводить такие... То есть, когда ты там делай уроки, делай уроки, там, сын говорит, достали эти уроки. И, кстати, не только ты, многие так это делают. Сынок, надо делать уроки. Каждый занимается своими делами. Папа работает. Я занимаюсь домашними делами. Твоя учеба – это твое будущее. Такое впечатление, что ты разговариваешь с равным себе. Но это маленький ребенок. Ему все вот эти слова, все эти доводы, ему до лампочки. То есть, это просто пустой звук. Мама на меня смотрит и что-то разговаривает. Мы должны с вами помнить, что мы должны быть родителями-капитанами. Мы должны быть теми... Вот у меня такая шапочка есть, капитан корабля. Помни, пожалуйста, что ты не ровня твоему ребенку. Ты сильнее, ты больше, от тебя все зависит, он зависит от тебя. Поэтому не рассчитывай, что перед тобой взрослый человек, потому что перед тобой маленький ребенок. Как бы я говорила по поводу уроков с ребенком, который не хочет учить уроки. У меня такой тоже ребенок есть, немножко постарше. Но как бы уроки в основном никого сильно не привлекают. Окей. Сын, я говорю ребенку, давай делать уроки. Сын, не хочу. Почему не хочешь? Я бы не спрашивала, почему ты не хочешь делать уроки. Когда ребенок говорит, ой, как я уст... Это такие эти уроки, это школа, надоело, достало. Мы должны сочувствовать ребенку и присоединяться к его эмоциям. Он на самом деле устал, ему на самом деле неинтересно. Никакие доводы там, что это твое будущее, это пока не для него. Для того, чтобы помочь ему преодолеть это сопротивление, нужно сочувствовать. Боже, как ты устал от уроков, тебе так надоело. Знаешь, когда я была в твоем возрасте, я тоже ненавидела эти уроки делать. Поэтому первое, мы сочувствуем. Ни почему не хочешь, ни ты должен там, мы все работаем, ты должен учить уроки, а мы сочувствуем, помогаем ребенку прожить эту эмоцию. Дальше, что бы я сделала? Я бы дала ему фантазии то, что он хочет. Ну, например, а представляешь, если бы там у тебя была волшебная палочка, и она делала бы за тебя уроки? Или, а представляешь, если бы ты жил в Канаде, а в Канаде не задают уроки вообще детям? Я из Канады, я знаю. То есть просто присоединиться к нему. Сынок, я так понимаю тебя, что ты не хочешь. Так тяжело. И я еще тоже с этими детьми маленькими, вместо того, чтобы с тобой в динозавров играть, вот это пристаю к тебе с уроками. Давай тебя обниму, мой хороший. То есть присоединиться с ним, не спорить, никакой логики. Если он говорит, я устал, сыночек, да, я понимаю, ты устал. Давай, что мы можем сделать, чтобы ты отдохнул? Давай полежишь, давай тебе сделаю массажик, давай там попрыгаешь на батуте. Я не знаю. То есть ты присоединяешься к нему, и дальше говоришь простую вещь. Знаешь, что не хочется делать уроки, но надо. В школу ходить надо в нашей стране. Ты не можешь не ходить в школу. Как я тебе могу помочь? Как я могу тебя поддержать? В основном, насколько я понимаю, что он, ну, ребенок, который, в принципе, учится. В принципе, у него все получается, и нормально у него все. Правильно в школе? Да, неплохо. Да, то есть, скорее всего, если ты с ним будешь вести вот такой диалог, он скажет, мам, сядь возле меня и, там, не знаю, погладь меня, там, по спинке, я буду делать. Или, там, дай мне, там, сделай мне, там, не знаю, пиццу, там, бутни какой-то горячей, я буду есть, там, я не знаю. То есть, когда ты будешь вот с такой интенцией, что я тебя понимаю, это на самом деле тяжело, но надо, как тебе помочь, вот, он будет совершенно по-другому реагировать на то, что ты делаешь. И тоже очень важно, то есть, сказать, дорогой, ты готов делать уроки? Вот давай прямо сейчас уже будем делать. И как-то какое-то действие вместе с ним сделать. Давай я тебе приготовлю рабочее место, разложу твои, там, не знаю, учебники, там, может быть, придумайте какой-то ритуал, как он садится делать уроки. Он, например, там, какую-то свечечку вы зажигаете, там, звуки природы, какой-то бутрик ты ему делаешь, там, ты ему накрываешь на стол, где он садится делать уроки, я не знаю. То есть, что-то, не просто иди делай уроки и ушла, заниматься своими делами. А вот взять и сказать, вот мы, вот твой рюкзачок, вот мы садимся, давай, дорогой. То есть, не ждать, что он будет сам, он будет сам. Ну, просто, ну, не всегда это будет происходить. Помочь ему сделать какой-то первый шаг. Понятно приблизительно? Может быть, с чем-то ты не согласна или чувствуешь, что невозможно это делать. Нет, просто везде нужно дополнительно какое-то время, время. Потому что он и сам, когда он сидит, он может всё замечтаться, в основном задуматься, и это надо рядом с ним сидеть. В общем, это надо. Смотри, вот, смотри, мы сейчас не решим все твои проблемы за эти 20 минут. Но хотя бы, если ты поймёшь, что ты не споришь, ничего не доказываешь, ты сочувствуешь, присоединяешься к нему, стараешься давать ему внимание. Обычно, например, с моим упрямым ребёнком это работает так. Ой, не хочу делать уроки. Как я тебя понимаю? Эти уроки. Ой, ну ладно, там немного, пойду сделаю. То есть, чем дальше, тем, если ты будешь правильно на него реагировать, он будет, ну, это будет быстрее всё происходить, будет проще. Хорошо. Оля, какой-то, может, ещё вопрос у тебя есть, и мы будем тогда с тобой на пока прощаться. Пока всё. Пока понятно? Спасибо большое. Жилья, что ты взяла из нашего диалога? Что ты будешь применять? Ну, самое главное, наверное, не зацикливаться на том, на этой школе, на этих уроках, как бы проще к этому относиться. Потому что, действительно, я вспоминаю своё детство. Маме некогда было мной заниматься, она работала, потому что она дна нас тянула. И как-то я делала, делала, не делала, не делала, ничего со мной не случилось. Не выросло какое-то не такое. В общем, не зацикливаться на этом, больше уделять отношениям время. Да, да. И сочувствовать в моменте. Хорошо. Олечка, спасибо тебе огромное. Надеюсь, что мы с тобой ещё... Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Печёмся на просторах интернета, может, где-то на тренинге. Вот, успехов тебе. И спасибо огромное за твоё время, за твой пример. Я вижу, что очень многие пишут комментарии благодарности, потому что у них такие же ситуации происходят. Вот. Было очень интересно с тобой об этом поговорить. Хорошо. Всё, я тогда тебя отключаю. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok